Программа «Молодецкие забавы» была создана из необходимости занять мальчиков, которые занимаются в фольклорном ансамбле «Горница», и занять их той деятельностью, которая им по силам, которая им подходит психологически, когда они одни внутри своей группы, именно мужской группы. Связано это с особенностями восприятия мальчиков, с особенностями протекания психологических и психических процессов, особенности деятельности образовательной, потому что мальчикам нужно объяснять материал по-другому, чем, например, только девочкам или в смешанной группе, когда есть и мальчики, и девочки. На этих занятиях мы можем прочувствовать философию русского мужчины, которая выражается и в песнях, и в частушках, и в играх, и в пляске. Занятия «Молодецких забавах» — это те полтора часа, когда мальчишки оказываются в чисто мужской компании. Пляска мужская, женская и чья еще? Мальчик-девочка. Мальчик-девочка общая, да? Характер у этих пляск, да, у каждой пляски характер разный. Женская пляска более нежная, скажем так, мужская пляска немножко... Пожучче. Пожучче, да, потому что чья — это соперничество пляски, и она как будто вызов идет такой. Вот, плавно можно быть переходящей, конечно, и такую драку в форме игры, игровую, можно сказать, драку, да? Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Ну и премьер видит хороший. Мне нравится очень еще играть в подвижные игры, шалыга, полено, всякое такое баклуши. И мне нравится, что мы это делаем все с друзьями. В некоторой степени мы в эти полтора часа заменяем папу, потому что мы должны транслировать, как взрослые мужчины, транслировать мужской взгляд, папин взгляд на какие-то проблемы. Это было традиционно, когда мальчики в определенном возрасте, там, 8-10-12 лет отделялись от девочек, и у них были свои разговоры, свои игры, отличающиеся большей подвижностью, свои какие-то рассказы. То есть что-то свое чисто мальчиковое. И к этому нужно больше места для занятий, больше каких-то предметов, большей активности требует от педагога и фантазии, потому что нужно все время что-то менять. Мальчикам довольно быстро становится скучно. Самое сложное в программе и вообще в занятиях с мальчиками – это не набрать группу, а ее удержать. Мне очень нравится, что мой сын ходит туда, и уже мы ходим туда больше шести лет, и всегда есть чему поучиться. Я считаю, что это очень важно, чтобы мужчины передавали свой опыт более молодым поколениям. Чтобы мальчишки остались, чтобы им было интересно, чтобы их общество друг друга не тяготило, а радовало. Чтобы они сплачивались, чтобы они дружили между собой не только на занятии, но и вне занятий, вне аудиторных часов, чтобы получалась вот такая компания, как в деревне раньше была, мальчиковая компания ребят примерно одного возраста. Вот к этому мы и стремимся. КОНЕЦ КОНЕЦ